Добрый день, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, хотел бы поприветствовать нашего гостя еще раз, президента Швейцарии, который возглавляет в настоящее время ОБСЕ. Поблагодарить его за внимание, которое он уделяет вопросу о разрешении острого кризиса на Украине. Для нас, для всех, это не безразлично. Это вызывает большую озабоченность. И хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия считает, что в кризисе, который возник на Украине, и сейчас активно развивается по самому неблагоприятному сценарию, виноваты те, кто организовал государственный переворот в Киеве 22-23 февраля и до сих пор не позаботился о том, чтобы разоружить право радикальные и националистические элементы. Но, тем не менее, нам нужно искать выход из той ситуации, которая сложилась на данный момент времени. В этом мы все заинтересованы. Прежде всего, конечно, сама Украина, самый украинский народ. Поэтому мы... О, прошу прощения. Как я уже сказал, мы все заинтересованы в том, чтобы кризис разрешался, разрешался как можно быстрее, с учетом интересов всех граждан Украины, где бы они ни проживали. Ход обсуждения с государственным президентом показал, что наши подходы по способам разрешения этого кризиса в значительной степени совпадают. Россия обращается с настоятельным требованием к киевским властям незамедлительно прекратить все военные карательные операции на юго-востоке Украины. Такой способ разрешения внутриполитического конфликта не является надежным путем к решению всех внутриполитических споров. Наоборот, только усугубляет раскол. Мы приветствуем освобождение господина Губарева в Киеве из тюрьмы, но ждем освобождения всех политических заключенных. Мы считаем, что самое главное – это наладить прямой диалог, прямой, полноценный диалог между сегодняшними киевскими властями и представителями юго-востока Украины, в ходе которого представители юго-востока Украины могли бы убедиться в том, что их законные права в Украине будут гарантированы. И в этой связи просим представителей юго-востока Украины, сторонников федерализации страны, перенести намеченный на 11 мая текущего года референдум, с тем, чтобы создать необходимые условия для этого диалога. Хочу подчеркнуть, что намеченные в Киеве президентские выборы само по себе движение в правильном направлении, но они ничего не решат, если все граждане Украины не будут понимать, как будут гарантированы их права после проведения этих президентских выборов. И именно поэтому, и в этом наши позиции с господином президентом совпадают, мы считаем, что прямой диалог между киевскими властями и представителями юго-востока Украины является ключевым элементом урегулирования. Между тем, обязательным условием для начала этого диалога является безусловное прекращение всяческого насилия как с использованием вооружённых сил, что абсолютно недопустимо в современном мире, так и с использованием вооружённых незаконных формирований радикальных элементов и сил. Россия готова вносить свой посильный вклад в решение украинского кризиса. И в самом активном, позитивном образом влиять на геневский процесс. И в инфлюзии, в очень позитивном и очень активном, в консенсусе Геневе и в процессе договоренности Геневе. Спасибо за внимание. Я благодарю вас за внимание.